Добрый день, дорогие друзья. Хотелось бы сегодня поговорить о термине, который вошел в нашу жизнь буквально два месяца назад вместе со спецоперацией. Деноцификация. Ибо когда Путин все это начинал, он так и сказал, что на Украине у власти банда наркоманов и нацистов, и наша задача ее отстранить и привлечь к суду. То есть провести деноцификацию Украины. Правда, потом, через несколько дней, гражданка Захарова, официальный представитель МИДа, хочу подчеркнуть, она не имеет вообще права высказывать свою точку зрения, только официальную. Заявляет, смена режима на Украине нами не планируется. Ну, на Западе все обрадовались. Для меня здесь вот такой вопрос возникает. То есть мы проводим, предположим, деноцификацию нацистской Германии, но Гитлера оставляем при этом у власти. Странно. А тут недавно еще отметился господин Песков, который тоже в последнее время говорит совсем не то, что президент. Вот возникает вопрос, кто там кого, кто там кем руководит. Говорят, деноцификация это просто разгром националистических батальонов на Украине, больше ничего. Ну, хочу, во-первых, подчеркнуть, что никаких националистических батальонов формально-юридически на Украине нет. Это части украинской армии. Ну, или там подразделения МВД, национальная гвардия. То есть это не какие-то махновцы, которые действуют там сами по себе. Нет, это составные части армии. И опять представим себе, что во время Великой Отечественной войны мы говорим, мы воюем только против войск СС. То есть вот вермахт, это нормальная организация германской армии, мы с ней не воюем, она хорошая, мы ее трогать не будем. Ну, комментарии излишни. Так вот, как же была проведена настоящая нормальная деноцификация в отношении нацистской Германии и, кстати, еще и Австрии. Ну, поговорим о нацистской Германии. Потому что история вообще для чего нужна? Не просто просвещаться, знаете, вот сидеть с попкорном там, а для того, чтобы использовать исторический опыт в современных условиях, может быть, чуть-чуть измененный, может быть, дополненный, может быть, улучшенный. Итак, во-первых, я должен сказать, что Красная Армия и союзники, а это были Великобритания, США и Франция, пришли в Германию в 45-м году с готовым пакетом документов под деноцификацией. То есть был создан устав Международного военного трибунала, который потом заседал в Нюрнберге, где все было подробно прописано. За какие преступления судить, кто будет судить, как судей избирать, будет ли право на защиту и так далее. Дальше. С 1943 года, когда немцы были еще в Белгороде, союзники выработали список преступников, главных военных преступников, которых надо ловить по всей планете Земля. И судить их вот централизованно, так как они нанесли вред всему человечеству. Вот их потом осудили в Нюрнберге, например. Кроме этого, каждая страна, участник антигитлеровской коалиции, ну, например, Советский Союз, разработали списки своих, в кавычках, преступников, которые творили вот это все безобразие на территории каждой конкретной страны. То есть, видите, было несколько списков. Итак, был устав трибунала, были списки. Наконец, когда наши и союзники пришли в Германию, первым делом что сделали? Ликвидировали германское правительство полностью и напрочь. И сделали это, смотрите, почему? Потому что после Первой мировой войны в Германии все осталось как есть. С нее взяли контрибуцию, запретили ей иметь большую армию демилитаризации. Да, вот о чем сейчас идет речь. Ну и что? В результате, так как деноцификация мозгов тогда проведена не была в девятнадцатом году. Большинство немцев уверились в том, что они вели справедливую войну Первую мировую. Что евреи, марксисты и коммунисты ударили в спину германской армии, которая вот-вот должна была победить. Заметьте, такой же бред, как у нас сейчас говорят. Что если бы там не Октябрьская революция, мы бы Берлин взяли там. Такая же чепуха примерно, да? И вот смотрите, так как внутренние устои Германии никто не тронул в девятнадцатом году. Кстати, хотели проводить суд над кайзером Вильгельмом тогда еще. Ну, решили, не надо. Ровно через двадцать лет после окончания Первой мировой войны Германия была в состоянии начать вторую. Причем какую? По сравнению с которой там Первая мировая, так были семечки. Поэтому в сорок пятом году союзники решили делать по-другому. Германское правительство было ликвидировано. На ее место встал союзный контрольный совет, который состоял из главнокомандующих зон оккупации. То есть, было четыре зоны. Наша, английская, американская и французская. Вот командующие зонами составили правительство Германии. Называлось союзный контрольный совет. Находился в Берлине и издавал законы. До 1949 года, четыре года, когда образовалось два германских государства ГДР и ФРГ. Так вот, в одном из этих законов как раз очень подробно эта деноцификация и расписывалась. То есть, это не какие-то мысли Пескова, Захаровой, а формальный юридический документ. То есть, что там было? Первое. Запрет нацистской партии и всех сопряженных с ней организаций. Чего сложного? То есть, нацистская партия, НСДАП. Там состоял 13 миллионов человек. Она была запрещена. Потом, там было полно других организаций. Гитлер-Юген. Ну, германская молодежь при Гитлере. Запрещена. Союз германских девушек. Потому, что в Гитлер-Юген состояли только мальчики. Тоже запрещено. Нацистские профсоюзы. Германский трудовой фронт. Запрещено. Был даже, знаете, национал-социалистический союз студентов, профессоров, любителей мотоспорта. Чего там только нет. Все было запрещено сразу. То есть, были списки организаций, которые были запрещены. Дальше. Целый ряд организаций были признаны преступными. То есть, что это означает? Что даже если человек конкретный ничего не совершал, но был просто членом этих преступных организаций, он подлежал ответственности. То есть, это что такое? Это освобожденные работники нацистской партии. То есть, не все нацисты. Нет. А только те, кто на зарплату там работал. То есть, добровольно присоединился, исполнял какие-то функции, а не просто, знаете, там членские взносы выплачивал. Дальше. Гестапо. Государственная тайная полиция. Политическая охранка. То есть, любой сотрудник гестапо был автоматически преступником. Дальше. Так называемый обычный СС. Ну, откуда, например, были охранники концлагерей, там и просто запрещены. То есть, понимаете? Дальше. Членом нацистской партии запрещалось в Новой Германии занимать, даже если это обычный член нацистской партии, вот не какой-то выдающийся, они не должны были быть учителями, они не должны, выражаясь современным языком, работать в силовых структурах. То есть, полиция, суды, армия. Ну, армии тогда у них еще не было, но тем не менее. То есть, запрещено просто работать. И все. Во всех зонах оккупации. Дальше. Да, и в прессе тоже. Вот это очень важно. То есть, просто запрещалось и все. Дальше, как вы знаете, были проведены процессы. Процесс над главным, над главными нацистским преступниками в Нюрнберге. Хотя он должен был, кстати, происходить в Берлине, но в Берлине тупо просто он сильно был разрушен. Тогда здание вместе с тюрьмой не нашлось, чтобы вот тюрьма была в одном здании с судом. Значит, в Нюрнберге судили, как вы знаете, главных нацистских преступников. Но, ведь мало кто знает, были еще десятки процессов в Нюрнберге. Отдельно. То есть, был процесс верховного главнокомандования Вермахта. Был процесс нацистов-врачей, которые издевались там над пленами и прочее. Был процесс РЦХА. Ну, то есть, это главное управление имперской безопасности. Был процесс, по нашему, кстати, желанию. Был процесс тех тузов-олигархов, по нашему, которые содействовали приходу Гитлера к власти. Ну, например, процесс Круппа. Ну, Круппа, известная германская фирма, активно помогавшая Гитлеру, и потом поставлявшая оружие для Вермахта. То есть, были вообще осуждены только в западных зонах за конкретные преступления более 6 тысяч человек. Почти тысячи из них приговорены к смертной казни. Это западная зона только, да? Ну, где к нацистам помягче относились. И приведены приговоры в исполнение, были примерно в отношении 500 человек. Такие же процессы были, естественно, и у нас. В нашей оккупационной зоне, будущей ГДР, и по всей территории Советского Союза, Польши. Ну, там, где нацисты конкретно наследили. То есть, наказали. Но это еще не все. Дальше. Все население Германии делилось на 4 группы. Первое. Главные преступники. Ну, я уже сказал. Тех, которые искали по всему миру. Геринг там, предположим, и так далее. Просто преступники. Да, это вот те, кто совершали преступления, ну, там, не общечеловеческого масштаба. Дальше. Были попутчики. Миттлёйфер по-немецки. Ну, то есть, это те, которые вот состояли либо в нацистской партии, либо в госаппарате. Вот что-то делали, но как бы не зверствовали, грубо говоря. Да? Ну, то есть, сильного вреда не принесли. И четвертая категория – невиновные. Так вот, по всей Германии, оккупированные нами и союзниками, были организованы так называемые, ну, я бы их так назвал, по-немецки это шпрухкоманд. Можно сказать, народные суды. То есть, они состояли из антифашистов, тех, кого недавно вытащили из лагерей, там, из плена. И там более трех миллионов немцев, представляете, в этих вот, ну, народных судах было заслужено. То есть, в этот народный суд мог обратиться любой гражданин Германии и сказать, а я вот знаю там чувака одного, он там, условно говоря, над пленными издевался. Значит, его доставляли в этот народный суд, и он должен был там защищаться. То есть, нормальное судебное заседание. Ну, типа, это не я, вот у меня там есть свидетели, что я в это время был в другом месте. Так вот, по итогам, несколько миллионов человек получили разного рода документы. Ну, значит, документ, например, что человек невинный, все, с этим документом человек мог занимать там любые должности где-то и так далее. Был документ, что он частично виновен. Обычно таких приговаривали к денежному штрафу. Ну, типа, натворил там, ну, может, не очень сильно, но он натворил. Плати деньги. Ну, а тех, кто были вообще преступники, их передавали, естественно, судам уже нормальным, да, там. Ну, до 49-го года судили только союзники. Мы, американцы там и так далее, потому что, ну, не было еще двух германских государств. Так вот, вот вам пару цифр буквально, да. Американцы, вот у нас сейчас, знаете, все эти троцкисты, вроде Семина, говорят, да вот там межимпериалистическая война. Американцы, которые не были коммунистической страной, не боже упасить, они арестовали больше всех немцев. Они арестовали 95 тысяч человек. Можете себе представить? То есть, были реально арестованы. Да, там каких-то потом освободили, ну, за недоказанность улик и прочее. Мы и англичане, мы в своей зоне, англичане в своей, мы арестовали примерно по 65 тысяч человек, ну, которых подозревали вот в конкретных преступлениях. Ну, и французы, у них была небольшая зона оккупации, они арестовали там чуть-чуть совсем. То есть, понимаете, были реальные массовые аресты, по итогам которых, собственно говоря, решался вопрос. Дальше. Что касается именно нашей зоны оккупации. Наши решили правильно, что недостаточно взять там, просто запретить, отстранить там и так далее. Важно переделать умы людей. То есть, мы же воевали не против немцев. Так же, как и сейчас, никто не воюет против украинцев. Мы воевали против нацистов. И Сталин, когда немцы стояли под Москвой, Шереметьево, говорил, что Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Поэтому уволили всех учителей общественных наук, ну, понятно, ни физики, ни химии, которые были членами нацистской партии. Всех уволили. И мы смогли на специальных курсах в нашей зоне оккупации, которые длились от 4 месяцев до 8, ну, в зависимости от предмета, подготовить несколько десятков тысяч так называемых новых учителей, которые к 47-му году, всего за 2 года, их было вот среди всех учителей нашей зоны оккупации 70%. Представляете? Какая-то была тяжелая титаническая работа. Причем мы в своей зоне совместили это, знаете, с чем? Вот вообще в Германии учителя и при Гитлере, и до Гитлера, это были чиновники, это был очень высокий статус. Они присягу приносили. У них были очень хорошие зарплаты. Они пенсии специальные получали. То есть, я это к чему говорю? Попасть в учителя нормальному человеку с низов, у рабочего, у крестьянина, мелкому слуху было невозможно. Это было очень тяжело. Мы после 45-го года впервые открыли дорогу в учительскую профессию тысячам, десяткам тысяч молодых рабочих, ремесленников, крестьян, которых мы вот готовили на этих курсах. То есть, мы не только привлекали антифашистов, мы еще демократизировали саму профессию, которая теперь мог иметь доступ, ну, в принципе, любой немец, вне зависимости от материального положения. То есть, видите, какой это был сложный, очень многогранный процесс, который затрагивал там миллионы людей. Ну, и в конце хочу сказать следующее. После того, как образовались два германских государства, ФРГ сентября 49-го и ГДР октябрь 49-го, вы знаете, вот сразу было видно разницу между капитализмом и социализмом. Одним из первых законов новой ФРГ стал какой? Ликвидация смертной казни. Почему? Потому что в то время несколько сот нацистских преступников, осужденных западными союзниками к смерти, ждали приговора. И как только образовалась ФРГ, она их, по сути, амнистировала. После этого, до 1980-го года, можете себе представить, в парламенте ФРГ, Бундестаг называется, до 25% депутатов было бывшими членами нацистской партии. Они же заседали в правительстве там и были министрами ФРГ. Причем в федеральной полиции ФРГ, которая называлась Бундескриминальант, но она и сейчас так называется, две трети, представляете, было бывшими членами СС. Ну, которые там, кто отсидел, кто там прошел вот эту деноцификацию, представляете? С другой стороны ГДР. Какие нацисты там в управлении, вы что? То есть, в ГДР, конечно, не издевались над рядовыми членами нацистской партии, но многих туда там загнали, предположим, но им был абсолютно закрыт, как бы, вход на серьезные должности в управлении страны. Просто закрыто и все. Ну, то есть, представить себе генерала Вермахта, бывшего, там, не знаю, командиром дивизии Национальной народной армии ГДР, ну, это было бы смешно. Об этом даже речи не шло. То есть, представляете, насколько, вот, как бы, эти два германских государства различались, потому что, вот, во главе одного из них стоял Хонекер, ГДР, который при нацистах сидел 10 лет в тюрьме, отбывая пожизненный срок, и которого освободила Красная армия в 45-м. С другой стороны, значит, ФРГ был одним из членов правительства приканцлер Роденаура, некто Оберлендер, который во время войны был капитаном, командовал разведно-диверсионным батальоном украинских националистов Нахтигаль, Соловей. И его заместителем, вот этого Оберлендера, был никто иной, как Шухевич, нынешний герой, так сказать, современной Украины. И как только всплыл это в 60-м году, то есть, нашли, что Оберлендер был командиром этого зверского батальона, истреблявшего коммунистов, евреев, там, на оккупированной территории, даже Оберлендеру пришлось подать в отставку. Ну, потому что поднялся такой войс, что, типа, как такой человек, вообще еще каким-то министром может быть. Понимаете, и мы, и КГБ СССР, и все социалистические страны, мы ведь ловили этих нацистских преступников до, вплоть до того, как распался Советский Союз, активно ловили. Вот даже вот эта тонька пулеметчица, которая в так называемой нацистской Локотской республике в Брянске убила более полутора тысяч партизан, подпольщиков с пулемета, ее в 70-е годы, но нашли. И возмездие пришло к ней все равно. Понимаете, вот в этом разница между социализмом, который борется с нацистами не просто, знаете, потому что там кто-то приказал, а потому что это несовместимая идеология. Социализм – это гуманность, это человечность. Нацизм – это отрицание человечности и гуманности. Ну, а там, видите, в Западной Германии тоже была деноцификация. И она в первые послевоенные годы была очень жесткой, потому что был пример вот этих лагерей ужасных, вот этих издевательств над населением. Это стояло еще у всех тогда в голове. И миллионы солдат американской и британской армии сами видели вот эти все зверства. Ну, а, видите, с течением времени там нацисты стали такие более-менее нормальные и прочее. Но, тем не менее, проведенная союзниками реальная деноцификация, сложный процесс, затронувший миллионы немцев, привел к цели, к тому, что с территории Германии теперь угрозы войны не исходит. И то же самое должно быть и в отношении всех других стран, в отношении которых реально, а не на словах, собираются проводить деноцификацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова